добрый день дорогие зрители с вами неля мурашкина и сегодня мы поговорим о том почему у фикуса оголяется нижняя часть стебля такие вопросы мне часто задают и вот сниму видео мы как бы понимание почему это происходит и как с этим бороться но первое что хочу сказать что любое растение в том числе и фикус имеют тенденцию развиваться именно вертикально вверх и преобладает именно вот такой рост вертикальный опекальный как его называют поэтому все что находится где-то в нижнем ярусе она постепенно будет отмирать кроме того фикусы развиваясь вот такой вот пышной шапочкой сверху вполне естественно очень сильно затеняют все что находится снизу и вы наверное замечали что фикусы сбрасывают листву когда им недостает света особенно это происходит в осенне-зимний период ну также это происходит просто от того что недостаток света при развитии когда вот это вот пышная шапка сверху затеняют все что находится снизу кроме того все веточки к ход которая находится снизу они были первоначально выращены да вот растение растет снизу вверх и постепенно такие веточки могут отмирать что в принципе вполне естественно кроме того скажу вам что фикус очень сильно сбрасывает листья засушивает ветки в нижнем этаже если у него недостаток питания то есть вы давно не пересаживали растения либо удобряете ну вообще или не удобряете то такое тоже случается растение оставляет наиболее продуктивную часть листьев которая вот будет фотосинтезировать и приносить питание корню а то что внизу не фотосинтезируют будет ну как балласт который не нужен будет просто вот сбрасываться самим растением значит как с этим всем бороться ну по питанию понятно что растение нуждается в пересадках и довольно регулярных если фикус старый то вы его конечно же не будете часто пересаживать ну хотя бы обновлять верхний слой почвы а если он такой транспортабельные вполне можно его себе пересадить то тогда пересаживайте раз там в три ну хотя бы в пять лет и будет фикус прекрасно расти иметь запас питательных веществ ну и не забываем об удобрениях так ну и вот фикус оголился вот у меня была такая же история фикус оголился потому что он стоял в темном помещении он сбросил практически всю листву фикус не то чтобы у меня недостаток фикусов очень даже много но этот фикус мне подарила давно подруга и он мне дорогу ну просто вот как память потом это не тот сорт который вот даниэль крупнолиственный вот такой он чуть-чуть помельче не знаю уж какой там может экзотика может еще что это не так важно но этот фикус я решила себе оставить и поэкспериментировать что же с ним можно делать но можете видеть что снизу он таки отрастил какие-то веточки пытаются но вот восстанавливается что сделала я я его хорошенько обрезала тут видны вот пеньки то есть вот чтобы фикус не старел и не росли вот веточки только только сверху вот верхушечные фикусы мы должны перерезать тогда из спящих почек боковых будут просыпаться какие-то ответвления и также фикус этот я подвязала чтобы вызвать этот вертикальный рост опекальный я его подвязала и можете видеть некоторые веточки видите уже приняли вот такое вот горизонтальное положение то есть ее можно дальше и не подвязывать она уже останется именно в таком положении и тут естественно вырастают свежие молодые веточки ну и когда света достаточно то начинают развиваться какие-то веточки снизу хотя в принципе вот в этом видео как бы мне не так интересно в принципе будет лучше выглядеть и интереснее если же это будет такая какая-то не спадающая форма фикуса и вот когда вырастают вот эти вот веточки уже после того как я его подвязала такой фикус можно укорачивать на отросшие веточки тем самым создавая более такую компактную крону и кстати не забываем прореживать фикусы перед осенне-зимним периодом чтобы растению доставалось побольше света и свет равномерно распределялся поэтому фикусу я конечно же пройду и уже по укорачиваю вот эти непродуктивные ветки вот и посмотрим как он будет расти дальше так ну что резюмируем до оголяются от недостатка света оголяются от того что все листики растут вверх поэтому стараемся их их перри направить то есть веточки подогнуть веточки регулярно обрезать чтобы отрастали боковушечки да кстати можно еще и стволики поцарапать есть такая методика когда мы царапаем стволик то растение пытается на том месте нарастить веточку так что вот такие дела пересаживаем удобряем даем фикусу побольше света обрезаем пригибаем веточки вот этот фикус кстати я тоже собираюсь отогнуть час найду проволоку и разведу веточки в разные стороны этот фикус хоть и неплохо смотрится но будет интереснее если он будет по компактнее и веточки будут смотреть в разные стороны и отогнуты каждая в свою сторону это делается с помощью проволоки также можно делать с помощью веревки подвязывать просто к центральному стеблю каждую веточку что я сейчас я сделаю все друзья до скорых встреч думаю ответила на ваш вопрос почему оголяются стебель фикуса снизу